Купим вашу яйцеклетку очень дорого. Краснояркам предлагают заработать на продаже своих половых клеток. Объявления появились в популярной социальной сети, а также на центральных улицах. Среди требований к донорам хорошее здоровье и часто даже модельная внешность. Кроме этого, получить до миллиона рублей предлагают еще одним способом суррогатным материнством. Светлана Овсянникова разбиралась на самом ли деле, красноярки теперь реже могут рожать самостоятельно. Договор с кандидатками в суррогатный мы составили достаточно быстро, то есть он сам по себе небольшой. Куда сложнее договор с биологическими родителями. Это агентство заработало полгода назад. За шесть месяцев сюда обратились уже 10 пар. Среди заказчиков жители Москвы, Санкт-Петербурга и даже граждане Китая. Из нашего города пока никого. А вот кандидатки в суррогаты или доноры яйцеклетки красноярки. Для начала каждый из них за свой счет делает УЗИ. Если результаты подходящие, дальнейшие анализы и обследования будут оплачиваться. В среднем это 35 тысяч за одну беременность. Плюс каждая женщина получает ежемесячное пособие от 15 до 30 тысяч. И в финале самая большая выплата – послеродовый гонорар. Это от 600 до 1 миллион 200. Ну 1 миллион 200 – это редко встречающаяся, скажем так, программа. Это, как правило, если девушка с опытом и под какие-то индивидуальные параметры. По стране подобные агентства давно не редкость. В той же столице суррогатных мам охотно наблюдают в частных клиниках. Нередко проживают они в специальных таунхаусах или квартирах на несколько мамочек. За их образом жизни тщательно следят и в случае нарушения режима заставляют платить штрафы. Но это больше исключение. Для Красноярска суррогатное материнство все-таки еще новинка. Но врачи уверены – желающие воспользоваться услугой в ближайшее время обязательно найдутся и в нашем городе. Пары, которые не могут забеременеть самостоятельно, сегодня значительно помолодели. Лечить бесплодие теперь приходится и в 25 и в 18. Факторы бесплодия, ну какие бывают, например, трубный фактор бесплодия, какие-то сочетанные, мужской фактор. Очень у нас говорят активно про эндометриоз. Набирает обороты. Это сейчас всемирно, скажем так, актуальная тема. Это все может приводить к тому, что пара не будет иметь детей. По закону, если за полгода лечения естественной беременности все-таки не наступают, женщину отправляют на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Но и она не может гарантировать долгожданный результат. В 2016-м Краевая комиссия рассмотрела 1510 заявок на ЭКО. В 2017-м уже 1708. А за 11 месяцев этого года специалисты и вовсе успели принять 2225 пакетов документов. Согласно семейному кодексу, суррогатная мать может и передумать отдавать ребенка, которого носила под сердцем 9 месяцев. Однако такие случаи чаще встречаются только в сериалах. На деле в подобной ситуации женщина не только лишается послеродового гонорара, но и должна будет компенсировать все расходы на анализы и обследования. А это примерно полтора миллиона рублей. Светлана Овсянникова, Павел Ваницкий, 7 канал.